Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. Наконец-то эта атмосфера. Наконец-то не нужно кричать, можно говорить абсолютно спокойно, потому что едет трактор, никто не кричит на улице, нет вот этого шума, гамма. Вот кто бы что ни говорил, не знаю, мне кажется, вот подобные мукбанки просто не сравнятся ни с чем. Но мне безумно приятно, что вы с удовольствием смотрели и вот эти квест мукбанки. Особенно тот, что шаурмой был такой ветер, просто все вокруг летало, я такая сижу, кушаю. В общем, что у нас на сегодня? У нас пюрешечка очень вкусная, с сердечками. Пюрешечку готовила я, сердечки мамы в томатном соусе, получилось безумно просто вкусно. Также сегодня я попробовала приготовить вот эту закуску, которую обычно готовит мама. Она невероятно просто вкусная. Я уже даже подготовила палочки в соевый соус, будем макать в соевый соус. И также небольшая порция обычного салата с огурцами, помидорками. И еще я в последнее время очень полюбила зеленый, ой, не зеленый, красный лук. Раньше я его видеть не могла, а сейчас просто обожаю. Пить мы с вами будем меринду. А, вроде здесь газировано один раз в деревне, а, кстати, по-моему, даже в кадре это произошло. В общем, купила спрайт, а там оказалась обычная вода. Это максимально странно. Такого никогда в жизни у меня не было. Я немного не поняла, как это могло произойти. Я открыла и даже немножко удивилась, что нету газа. А потом обнаружила, что это обычная вода. Продолжила ее пить, а потом в конце видео спросила у мамы, возможно, она выпила и перелила воду туда. Но обычно мама так не делает. Воду мы всегда покупаем. Потом я обнаружила, кстати, в комментариях, что девчонки писали, что это не очень безопасно. Мало ли для кого предназначалась эта вода. Но на вкус была самая обычная вода. Ничего особенного. Обожаю вот эту закуску. Я даже сегодня маме говорю, надо обязательно снять рецепт. Ну, сказать честно, у нас видео что-то на кулинарном канале не особо набирают. Это, конечно, немного демотивирует. Но набирают просмотры старые видео. Вкусно-дища. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Честно, в последнее время вы настолько меня чувствуете. У меня такое ощущение, что вы живете прям со мной. Даже вот ситуацию с братом. Я вам не рассказывала, почему мы с ним не общаемся. Но я в комментариях даже там ответила. Очень много было правильных вариантов ответа. Почему мы перестали общаться. Это был период где-то год. Он как-то очень сильно углубился в религию. И почему-то религиозные люди, они очень хотят навязать свое мнение, свои взгляды другим людям. У нас как бы особо таких скандалов не было. Но в какой-то момент мы немного перестали с ним общаться. Если бы лук был бы внутри этой закуски, было бы не настолько вкусно, как это все отдельно. Сегодня я прям поздно встала. Еще начала снимать влог. Вчера заснула в пять. Я работала. Кому интересно, где я работаю? Многие просто спрашивают. Я работаю в компании, занимаюсь тендером. Вообще, я предпочитаю работу, где не нужно ходить каждый день в офис. На самом деле, это немного бессмысленно. В том плане, что сейчас есть интернет, есть ноутбук. Большинство работы можно выполнять и дома. Почему именно работодатели хотят, чтобы их работник именно сидел под их носом, я немножко не понимаю. Потому что работая в офисе, ты можешь заработать больше. В принципе, да. Работать в более престижной компании. Но я как бы предпочитаю работать из дома. Самое главное, я выполняю все поставленные функции. А сколько раз я сходила в туалет, и что я делала в пять часов ночи, это никого не должно интересовать. Почему я не пошла работать к брату? Наверное, вам интересно. Дело в том, что у него есть сотрудник, который занимает эту должность. А я хотела именно эту должность. Поэтому пошла в другое место. При желании, если у вас есть определенные способности, не то, что я себя хвалю. Работу можно найти везде. Любую работу. И для студентов. Не знаю. Мне очень нравится чем-то заниматься. И чем больше я загружена, тем мне по кайфу. Особенно с этим интернетом. Это просто такой кайф. Вы представьте, в деревне скорость интернета 7 мегабит в секунду. А у меня здесь 80. То есть это в 11 раз больше. И это просто нереально чувствуется. Это настолько упрощает тебе работу. Это настолько по кайфу. Я как бы загружаю видео намного быстрее. Я загружаю какие-то файлы. Отправляю презентацию. Просто за секунду. Многие, наверное, спросят, почему же я в деревне не могу провести интернет. Во-первых, в деревне мы находимся не так долго. Там нет нормальных условий. Например, зимой там оставаться это целый квест. Поэтому я в этом особо смысла не вижу. Весь год платить за интернет. Просто потому, что ты там один месяц останешься. Выкрутил руку. Это нелогично. А друг детства нам предложил увеличить скорость интернета. То есть на месяц, который я в деревне, просто увеличить скорость интернета. Так можно сделать. Позвонить на горячую линию и так далее. Просто я знаю его характер. Он не даст мне возможность заплатиться его интернет. А я не люблю доставлять дискомфорт другим людям. Даже если мне это очень нужно. Нежнятина просто. Нежнейшее пюре. Странно, что твиксик еще не рядом. Он обожает просто пюре. Просто в деревне мне очень нравится атмосфера. Мне нравится, что там легенький такой ветерок. Там постоянно соседи приходят в гости. Там с кем-то общаешься. Не знаю, какой-то вайб. Там свобода. Здесь как будто ты чувствуешь себя в клетке. Атмосфера в деревне гораздо лучше, чем в городе. Особенно если это лето. Но мы скоро опять, наверное, поедем. Потому что у бабушки год. Прикиньте, уже ровно год прошел с момента ее смерти. Очень быстро время летит. У меня такое ощущение, что это было буквально вчера. Но я все чаще и чаще бабушку вспоминаю. Какие-то ее фразы. Она даже говорила, вот меня не станет. Вы будете вспоминать меня. Вот действительно сейчас так и происходит. Вспоминаем ее. Кстати, под влогом, где я убиралась в старом доме, там был комментарий, расскажи про историю этого дома. Как так получилось, что этот дом купили или построили? От кого он достался? Этот дом мой дед не строил. Так, мой дед, да и бабушка тоже. Всю жизнь прожили у подножья горы. В достаточно сложных условиях. Я в этой деревне тоже была. Деревня находится в кусарах. Честно, там прям все сложно. И с водой проблемы. И с газом, и со светом. Потому что место расположения деревни очень сложное. Знаете, так прикольно. Один дом находится здесь. А другой, не знаю, в пяти километрах. То есть дома друг от друга расположены очень далеко. Я там пару раз была. В этой деревне. Бабушке скончалась с сестра. Я вот впервые туда поехала. Воздух там, конечно, горный. Там вот этих комаров, мошек нету. Достаточно прохладно всегда. Зимой снег. То есть своеобразное место для жизни. Там, кстати, живут только лесгины. С древних времен. Всю жизнь там жили лесгины. Я не знаю, правильное произношение. Но, по-моему, деревня называется Унюх. Как я слышала от папы. Но на азербайджанском называют Аных. Возможно, у вас тоже есть родственники оттуда. Отпишитесь. Очень будет интересно. В общем, дедушка и бабушка жили в этой деревне. У меня дед был врачом. Семи сел. В то время, да и сейчас, врач всегда была очень уважаемая профессия. Ну, тогда особенно. Потому что врачей было очень мало. У многих просто не было возможности отправлять в город своих детей, чтобы они получали высшее образование и так далее. Дед был врачом и всю жизнь лечил людей. Папа рассказывал, что он был всегда очень добрым. То есть бабушка была плохим полицейским, а папа всегда поддерживал. Я, к сожалению, не видела деда. Потому что он скончался 33 года назад, по-моему. Если я не ошибаюсь. Я его не видела. Мой старший брат тоже. Но я всегда очень много всего хорошего от папы слышала про деда. Он всегда очень много рассказывал. В общем, так получилось, что дед заболел. Это была онкология. Вот здесь у него на горле. В то время, понятное дело, медицина не была на таком уровне, как сейчас. Ты сейчас, если честно, столько людей умирает от онкологии. Врачи что-то прописывали в лечении и так далее. Но дед всегда говорил, что мне ничего не поможет. Он прекрасно все понимал. Вот и тогда Один из врачей Скал, что для такого человека Лучше сменить климат Лучше вообще переехать В другую зону. И бабушка, и дедушка решили переехать. Они продали свой дом в деревне Продали там скотину И решили перебраться В другое место Но, понятное дело, 30 лет назад Этот дом был просто лучший дом на деревне Вообще, этот дом принадлежал одному из братов У нас вот слева есть соседи Справа Вот как раз таки они были родственники То есть два брата Долго бабушка искала Варианты, где что купить И вот потом они остановились на этом доме Лет, наверное, 30-35 Когда они переехали Но, к сожалению, климат не помог дедушке Он скончался Вот а дом А дом как был, так и есть Как рассказывает папа В то время Было очень модно Вот эти вот Деревянные балконы Красивые фигурки На этих балконах То есть дом действительно Считался одним просто из лучших Но со временем Понятное дело Что все становится старым Мне однажды подружка сказала Говорит Вот у родителей моего мужа Есть загородный дом Очень крутой И вот когда их не станет Этот дом будет принадлежать мне Я ей говорю Когда их не станет Дай бог Через, не знаю, 30 лет Этот дом уже не будет Такой шикарный Как выглядит сейчас Поэтому лучше в этой жизни Всего добиваться самим И ни на кого не надеяться Вот так В этом доме дед Недолго прожил Где-то полгода Если я не ошибаюсь Потом он как будто Почувствовал, что он умирает Он позвал бабушку И сказал, что позови ему Ла, я умираю Я не знаю, как он это понял Но бабушка начала прикалываться Что о чем ты говоришь Куда ты умираешь Я тебя пока что не собираюсь отпускать Но все-таки решила Позвать Молла И вот он в этот день умер Вот такая вот история дома Здесь у нас еще груши Я не знаю, почему груши У нас всегда стоят так дорого Я маме говорю Давай посадим груша Сейчас поголовно Вся деревня сажает черешню Просто вся Потому что черешня стоит дорого Но я просто как банга говорю Люди Каждый наш сосед Гектарами Посадили черешню Я маме говорила Лет через 7 10 Черешни будет настолько много И она будет стоить копейки А тебе еще нужно заплатить Человеку, который собирает эту черешню Плюс еще тебе надо ухаживать За этими деревьями Постоянно их поливать Там, не знаю Всякие препараты Поэтому этим заниматься Будет абсолютно невыгодно Надо наоборот Маме говорю Сажать что-то такое Чего ни у кого нет Ну и естественно Меня никто не послушал И посадили черешню На этом все Мои хорошие Огромное спасибо Что досмотрели это видео до конца Не забывайте ставить лайки И подписываться Я вас всех очень сильно люблю С вами была Айка Пока